Добрый день суток, уважаемые подписчики и гости канала Rock'n'Craft. Сегодня у нас неожиданное возвращение группы Evanescence с альбомом The Bitter Truth. Evanescence это американская группа из штата Арканзас, исполнявшая New Metal, альтернативный металл, готический металл. В 2003 году вышла их первая пластинка Fallen, которая была продана тиражом 17 миллионов экземпляров по всему миру. Группа взяла два Грэмми. Вы явно, если вы смотрели MTV, по MTV клипы, особенный главный хит с Джоном Макоем дуэт, его крутили постоянно. Эта группа была чисто формата MTV, конца 90-х, начало 2000-х. Но в данной ситуации 2003 год. Вообще, новая пластинка The Bitter Truth это пятый альбом группы. Но, нужно ответить, что предыдущий четвертый был с оркестром симфоническим, это была переработка симфоническим оркестром вещей с предыдущих трех пластинок. Соответственно, действительно нового материала от них не было слышно 10 лет. Так что можно считать, что The Bitter Truth это камбэк. Вообще, если брать хит-парады, то даже альбом симфоническим оркестром стал успешным. Не говоря уже о предыдущих трех пластинках, но все шло по убывающей. То есть Fallen потрясающий успех, а дальше все ниже и ниже, ниже и по продажам так же. Вообще, в группе огромная текучка. И на данный момент из первого состава, из состава того самого альбома Fallen, а большинство людей, которые помнят об этой группе, я уверен, что знают о ней, скорее всего, именно по той пластинке, по хитам с того альбома. И вот оттуда осталась только вокалистка Эмили. Но, с другой стороны, те, кто помнит эту группу и любил ее тогда, в первую очередь за нее и за ее вокал группу и любили. Так что камбэк пройдемся по песням, как всегда. Broken pieces shine. Такая ритмативная вещь альтернативного металла. Хороший, кстати, сочный, в меру звенящий, мощный звук. Это радует. The game is over. По стилю, это музыка с MTV конца 90-х, начала 2000-х. То есть, Evanescence на своем камбэк-альбоме делает все то же самое. То есть, Эмми Ли, в первую очередь, делает все то же самое. Потому что остальные то же самое не могут делать, они тогда не играли в этой группе. Кстати, не нудно, местами даже качает. А ритм-секция отдает таким нью-металам, а-ля кором. То есть, по факту, это совершенно сейчас не актуальная музыка. Нью-метал уже не популярен. Альтернативный металл более такой стиль, выдержанный годами. Потому что нью-метал это все-таки более мимолетный стиль. Но, так или иначе, это музыка в стиле конца 90-х, начала 2000-х. Готичный здесь также присутствует, ну, немножко в меньшей степени. В первую очередь, альтернативный металл, нью-металл. Вокал у Эмми Ли практически не изменился. Yeah, right. Вещь имеет разгончик в припеве. Что, опять же, плюс, потому что, если не брать какие-то там особенно хорошие вещи, такой группы, как, например, голландцы Within Temptation, популярные во всем мире, включая США, то часто с таким вот женским вокалом, таким завывающим, трагичным, группа с таким вокалом очень часто теряет динамики. И нужно как-то каждую вещь встряхивать. Вот здесь и есть эта встряска. Многие композиции на этом альбоме хорошо идут вот ongoing. Вот прямо сейчас вы их слушаете, а потом раз и сразу забыли. Это минус. Не оригинально, но в стиле звучит удачно. Но это минусы, в первую очередь, не группы, а вот стили альтернативного металла с таким вот женским вокалом. Wasted On You. А это вообще чисто баллада, но, кстати, за счет ритм-секции она качает покруче боевиков. То есть, опять же, есть какой-то нюанс, есть какая-то искорка, которая не дает заунылить. Потому что, я уже упоминал в Within Temptation, бывают целые альбомы подобного плана, когда просто в определенный момент вы отключаетесь. Вы слушаете, вроде все неплохо, вспомнить ничего не можете, все сливается. Вы даже в какой-то момент перестаете отличать одну композицию от другой, как будто это просто один огромный трек. Потому что нет изюминки, все идет по накатанной. Здесь в каждой композиции практически пытаются выдать какую-то искорку, какую-то толику оригинальности. Better Without You. Очень эмоциональная вещь. И снова становится ощущение, что я это слышал уже тысячу раз. Но, с другой стороны, перевешивает ощущение того, что мне это нравится. Это довольно хорошо сделано. Это сделано очень профессионально. Это сделано правильно. Это сделано, опять же, с каким-то таким правильным нюансом. Это сделано по всем законам жанра. Use My Voice. Тут есть такие вещи. Вот это стадионный гимн, такой поп-дивы. Только немного есть тяжелые гитары. То есть вещи больше в поп-музыку. Здесь тоже присутствуют. Но такие вещи присутствуют на любом альбоме Evanescence. Far From Heaven. А это баллада, знаете, как бы подошла бы Леди Гаги. Такая баллада на грани электронной музыки. Тут, кстати, нужно отметить, что такие вещи, как вот эта и предыдущая, они тоже вполне в жанре подобных альбомов альтернативного металла женским вокалом. В совокупности, хитов вот для чартов не было уже на третьей пластинке. То есть на третьей пластинке ничто, ни одна вещь в чартах высоко не поднялась. В целом, этот альбом подходит только поклонникам этого стиля. Поклонникам группы я не буду говорить, я вообще чего-то не уверен, что у группы очень много есть. Вот прямо именно я, поклонник Evanescence. Слишком мало материала, чтобы быть поклонником этой группы. А поклонники жанра есть. Для кого-то, возможно, это будет наоборот такой камбэк в те годы, когда вы были поклонниками этого жанра, а сейчас его подзабыли. Или вы остаетесь, потому что все-таки группы в таких стилях творят до сих пор. Если вы остаетесь поклонником по музыке подобного плана, вам это зайдет. Во всем остальном, если вы хотите начать слушать альтернативный металл, не металл, конечно, это не тот альбом, чтобы начать. Если вам этот жанр никак не нравился, эта пластинка ничего не поменяет в вашем мировоззрении. И нужно еще делать сноску. Что если вам не нравятся эти жанры с женским вокалом, то это вам тоже не зайдет. Так что вот то, что я перечислил. Если вам это нравится, это качественно. Возможно, вы здесь найдете хиты. Я прямо супер хитов не нашел, но, с другой стороны, ничего отвратительного здесь тоже не нашел. Все высокого качественного уровня. Моя оценка 6,5 из 10. Выше не могу поставить, потому что все-таки все это настолько вторично. Ниже не за что. Это профессионально, это качественно, это в стиле. То есть свое дело Эмили знает. Вот такой вот обзор. Тут как бы больше нечего добавить. Записано классно, мощно. Кач идет, ничто не раздражает, ничто каких-то выдающих впечатлений не дает. С вами был Рокенкрафт. Спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. Будет еще очень много всего интересного. Don't you speak for me!